Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписаны, советуем подписаться, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры, не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Кстати, Первый Видео Авторынок теперь есть и на Рутуб. Ссылочка будет в описании, переходите и подписывайтесь на всякий случай. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора из серии «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» — это машина, которая самим фактом своего существования доказала, что есть автопроизводители, которые умеют работать над ошибками, даже если предыдущее поколение получилось относительно провальным. И если за его предшественником закрепилась слава довольно капризного автомобиля, то наш герой эти стереотипы успешно ломает. Встречайте, Volkswagen Touareg второе поколение. Volkswagen Touareg второго поколения с кузовным индексом NF простоял на конвейере целых 8 лет, что очень много по нынешним меркам. Появившись в 2010 году, этот автомобиль только к 2014 прошел через рестайлинг, в ходе которого слегка обновили внешность, поправили кое-что в агрегатной линейке и заодно поменяли кузовной индекс. Рестайлинговые автомобили именуются сочетанием букв FL. Что касается линейки силовых агрегатов, то здесь она была довольно обширная. Под капотом Touareg в разное время могли стоять как трехлитровые дизеля мощностью 204, 240, либо 245 лошадиных сил, дизель объемом 4,2, либо 4,1 в разных каталогах указывается по-разному на 340 лошадиных сил. Здесь была бензиновая версия объемом 3,6 литра на 280, в последующем дефорсированная до 249 до налоговых лошадей, а также бензиновый V8 объемом 4,2 литра на 350 лошадиных сил. Кроме того, была и гибридная версия, где под капотом располагалась усеченная на два цилиндра силовая установка, схожая конструктивно с мотором 4,2, развивавшая суммарно с электродвигателем 333 лошади. Электродвигатель располагался между двигателем и коробкой, а также на автомобиле была батарея, которая позволяла Touareg гибридному проехать на электротяге достаточно небольшое расстояние. Эта версия по разным причинам, в силу своей дороговизны и сложности, на российском рынке практически не прижилась. Да и с производства она была снята вместе с рестайлингом автомобиля в 2014 году. Коробки передач здесь были только автоматические, а привод только полный, в двух вариантах исполнения. Базовая версия имела автоматическую блокировку межосевого дифференциала типа Torsen с распределением по осям 40 на 60, ну а версии с дизелем 3 литра могли опционально иметь полноценную раздаточную коробку с понижающей передачей в составе так называемого оффроуд пакета. Наш сегодняшний экземпляр это 2013 год, классический до-рестайлинг под капотом, двигатель объемом 3,6 литра на 249 лошадиных сил, коробка передач, восьмиступенчатый автомат и полный привод с дифференциалом типа Torsen. По традиции в начале обзора скажем пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот плохо кузов справляется с нашими дорожными реагентами. Толщина лакокрасочного покрытия Tuarego стандартная для большинства даже японских, европейских, корейских автомобилей и составляет от 90 до 140 микрон, ну иногда может быть и 100-150, плюс-минус 10 микрон это не та погрешность, на которую стоит обращать внимание. А вот что касается стойкости лакокрасочного покрытия к внешним воздействиям, то здесь, к сожалению, похвастаться нечем. Лакокрасочное покрытие у Tuarego 2-й генерации довольно-таки нежное и легко царапается, а также покрывается сколами в процессе эксплуатации. Поэтому не удивляйтесь, если на трассовых машинах вы обнаружите перекрашенную кромку капота. Также на автомобилях темного черного, например, цвета к большому уже возрасту и пробегу лакокрасочное покрытие может откровенно помотоветь, что потребует восстановительной полировки. Не столь часто, как на Тигуанах или, например, на Октавиях А5 попадается на Tuarego и дефект, связанный с отслоением лакокрасочного покрытия пятнами, небольшими, что-то в районе 2-5-рублевой монетки. Однако какого-либо развития сколы на Tuarego 2-го поколения, как правило, не получают. В том, что касается внешних панелей, с коррозией тут все хорошо. Но это не отменяет необходимости при покупке внимательно изучить кузов автомобиля как на предмет предыдущих ДТП и восстановления после серьезных аварий, так и на предмет возможной коррозии по скрытым полостям, которая, если и начинает здесь развиваться, то, как правило, затрагивает внутреннюю часть за подкрылками, места стыка пластика и металла кузова. Так, в частности, в нише левого заднего колеса за подкрылком проходят трубки системы кондиционирования, которая к почтенному возрасту вполне может подъесть коррозия, в результате чего будет утечка из системы фреона и, как следствие, неработающий кондиционер. Так что дополнительная антикоррозийная защита скрытых полостей здесь лишней не будет. Что касается салона и бортового электрооборудования, в данном случае Туарег 2 – это очень хорошо сделанная работа над ошибками. По сравнению с предыдущим автомобилем первого поколения, где глюки по электрике, скажем так, были практически постоянными спутниками на всех возрастных машинах, у второго Туарега дела с этим обстоят не в пример лучше. Но это не отменяет необходимости при осмотре подержанного автомобиля проверить исправность всего, что есть в салоне. Как мы уже сказали, обязательно проверьте работу системы кондиционирования, а также послушайте, как работает вентилятор отопителя. На этих автомобилях он, бывало, начинал шуметь на относительно небольших пробегах. В остальном же, как электрооборудование салона, так и сам салон в плане материалов отделки на Туарегах держится молодцом, даже к пробегам далеко за 150 тысяч. Если, конечно, владелец автомобиля соблюдал хоть минимальные правила по уходу за автомобилем. Ну а теперь поговорим про силовые агрегаты, которые могли находиться под капотом второго поколения Туарега. В первую очередь следует сказать пару слов про дизельные моторы, которые в данном случае были самыми маленькими по объему. Базовый трехлитровый дизель мог присутствовать здесь в двух вариантах. Если мы говорим про автомобиль дорестайлинговый первых лет выпуска, то там вы вполне могли натолкнуться на старый двигатель, который маркировался как ЦАСА, или КОСА, как его еще называют. Это В6 с чугунным блоком цилиндров, с двухвальными головками блока цилиндров, без фазовращателей, но при этом с гидрокомпенсаторами зазоров клапанов. Двигатель КОСА примечателен тем, что ГРМ у него находится с тыльной стороны, забегая вперед, как и у всех остальных моторов Туарега, в принципе. ГРМ достаточно сложный конструктивно, там целых четыре цепи, но при этом ресурс этих самых цепей весьма солидный. Как правило, на двигателях типа КОСА ранее 300 тысяч километров цепи о необходимости замены не сигналят. Турбина на этом дизеле одна-единственная, с изменяемой геометрией. Ее ресурс, как и ресурс пьезофорсунок, порядка 300 тысяч километров пробега, если ранее машина не хапнет откровенно левой солярке. Пожалуй, единственный конструктивный просчет на двигателе ЦАСА, который допустили те, кто его проектировал, это впускной коллектор с вихревыми заслонками, который иногда подкидывали проблемы владельцам на пробегах уже около 100 тысяч километров. В остальном же этот двигатель может подкинуть вопросы разве что по течам. Смотрите передние и задние сальники коленчатого вала, смотрите, чтобы не было откровенных течи масла по лобовине двигателя, который в данном случае находится с задней стороны. Также не лишний будет убедиться и в исправности системы EGR, а также в работоспособности сажевого фильтра, про который следует помнить и в процессе эксплуатации эту систему обслуживать. При использовании нормального масла и разумных интервалов его замены хотя бы раз в 8-10 тысяч километров пробега, а также использовании кондиционного дистоплива, двигатель КОСА способен отбегать далеко за 350 тысяч пробега. Как, собственно говоря, и мотор, пришедший ему на смену в 2011 году, который носил индекс CRCA. Этот двигатель мог иметь два варианта форсировки, 204 либо 245 лошадиных сил, в зависимости от комплектации и модификации автомобиля. Конструктивно он почти идентичен двигателю КОСА. Чубунный блок цилиндров, двухвальные головы, без фазовращателей, с гидрокомпенсаторами. Также цепной механизм ГРМ, но цепи на CRCA ходят немножко поменьше. Немножко — это около 250 тысяч километров, до появления первых звоночков о необходимости их замены. Конструктивный просчет со впускным коллектором на CRCA моторах был поправлен. Поэтому, по большому счету, при осмотре подобного дизельного агрегата после диагностики на предмет отсутствия ошибок сканером имеет смысл лишь осмотреть двигатель на предмет тех же самых течей. Все то же самое — передний и задний сальники коленчатого вала, лобовина, ну и все, что связано с турбиной. Сажевый фильтр и ЕГР здесь тоже присутствуют, и за ними также необходимо следить в процессе эксплуатации. На двигателе CRCA, помимо прочего, надо еще обратить внимание на предмет отсутствия масляной либо антифризной течи по теплообменникам, которые располагаются на этом двигателе в развале блока цилиндров. И, как правило, вызваны необходимостью замены прокладок. Ресурс мотора CRCA — это также за 350-400 тысяч километров пробега. Каких-либо вопросов на части поршневой группы здесь нет. Оба дизеля объемом 3 литра на Туареге второе поколение — это однозначно рекомендованные к покупке экземпляры. Причем на вторичном рынке такие машины стоят достаточно дорого. Как правило, сильно дороже своих бензиновых собратьев. На нашей практике в продажу приходили и автомобили с подобными трехлитровыми дизелями с пробегами 300-320 тысяч километров, где не было ни единого нарекания по технике к машине. Как по ошибкам по электрике, все было чисто так, и, собственно, по ходовой части, по состоянию коробки передачи самого двигателя тоже никаких вопросов не возникало. Ну, а если по каким-то причинам дизельный автомобиль вам не подходит, и вы хотите однозначно бензиновую версию, может быть, в регионе, где вы планируете эксплуатировать машину достаточно холодный климат, советуем обратить внимание на версию с мотором 3,6 литра. Бензиновые моторы носили индексы CGRA и CMTA. CMTA — это более поздний вариант. 249 лошадиных сил, которые в большинстве регионов попадают под льготную ставку налогообложения CGRA — это 280 лошадей. Конструктивно моторы практически идентичны. По конфигурации этот двигатель объемом 3,6 литра представляет собой так называемый VR, то есть рядно-в-образный или V-образно-рядный, как хотите. То есть конструктивно это V-образник, но с очень малым углом развала, что позволило накрыть этот двигатель одной головкой блока цилиндров на два распредвала, и как раз эти моторы уже имеют фазовращатели на обоих валах, на пуске и на выпуске. Здесь также есть гидрокомпенсаторы, также цепной привод ГРМ, который также располагается с тыльной стороны агрегата. Из элементов, усложняющих конструкцию бензинового мотора объемом 3,6 литра, можно отметить разве что систему прямого впрыска топлива с топливным насосом высокого давления и соответствующими форсунками. Но, забегая вперед, в отличие от моторов объемом 4,2 V8, на этих двигателях система непосредственного впрыска в целом работает весьма и весьма сносно, редко огорчая своих владельцев, если только вы не будете пробовать заливать сюда откровенно нехорошего качества низкооктановый бензин. Слабых мест у двигателя CMTA, пожалуй, не так много. Ну, первый момент, благодаря тому, что на этом двигателе используется система непосредственного впрыска топлива, клапана здесь имеют свойство покрываться нагаром в процессе эксплуатации. Особенно у тех, кто не злоупотреблял слишком частыми сменами масла или, как вариант, заливал сюда масло не особо хорошего качества. Соответственно, если вы обнаружили такие симптомы, как потеря тяги, потеря мощности, неровная работа двигателя, как один из вариантов может помочь непосредственно механической очистке клапанов от нагара. Данную процедуру, как минимум, стоит выполнить, если вы задумали все-таки поменять здесь цепи ГРМ. Если вы смотрите автомобиль с пробегом за 200 тысяч километров, то, кстати, на состояние цепей на CMTA двигателе имеет смысл заострить внимание, поскольку замена эта также не слишком бюджетна. Да, кроме этих моментов, данная силовая установка отметилась разве что течами масла из-под клапанной крышки, а также в ряде случаев требовала замены помпа по причине того, что начинала банально течь. Также при осмотре подобного автомобиля обратите внимание на то, чтобы моторное масло не имело запаха бензина, поскольку в данном случае подобный симптом будет говорить о необходимости замены топливного насоса высокого давления. В остальном, этот бензиновый VR6 с чугунным блоком способен отработать те же самые 350+, как и, собственно, дизельные моторы. Единственный момент, что расход топлива на этом двигателе, ввиду того, что он все-таки бензиновый, будет, конечно, побольше, чем на дизеле. Но, повторимся, каких-либо явных противопоказаний к покупке Туарега с таким мотором нет. Это что касается самых распространенных, базовых, скажем так, двигателей для данного автомобиля. А были еще и более мощные версии. В частности, дизель с индексом ЦКДА. Этот мотор, представляющий собой чугунную V-образную дизельную восьмерку, дизель 3 литра и бензин 3.6 – это самые распространенные, самые массовые двигатели Туарега, вдобавок до налоговые. Но были и более мощные версии. Что касается дизельного мотора, объемом 4.2 литра, который носит индекс ЦКДА, то это чугунная V-образная восьмерка на 340 лошадиных сил и умопомрачительный 800 ньютон-метров крутящего момента. Конструктивно все похоже на то, что мы видели на трехлитровых дизельных моторах. Есть гидрокомпенсаторы, нет фазовращателей, цепи ГРМ с задней стороны, но турбин здесь две. Система впрыска Common Rail, но вот форсунок уже не 6, а соответственно 8, что удорожает стоимость восстановительного ремонта в случае, если вы попадаете на некондиционное топливо. По части привередливости к которому V-образная дизельная восьмерка, пожалуй, будет поразборчивее, чем V6. К слабым местам V-образного восьмицилиндрового дизеля на Туареге также можно отнести, пожалуй, шкив коленчатого вала до клапан системы EGR. В общем-то и все. Если не обращать внимания на более высокий расход топлива и куда более высокую ставку транспортного налога, это также весьма неплохой дизель, хотя и заметно более трудоемкий в обслуживании. Единственное, что ресурс цепей ГРМ на этом моторе порядка 250 тысяч километров. Дальше уже надо внимательно смотреть. При условии нормального содержания и нормального обслуживания V-образная восьмерка будет ходить так же долго, как и прочие дизеля на этих машинах за 350 тысяч километров пробега. А вот от покупки подобного автомобиля с бензиновым 4,2 на 350 лошадиных сил мы бы посоветовали воздержаться, либо очень крепко взвесить все за и против. Дело в том, что этот двигатель, единственный алюминиевый во всей линейке, представляющий собой также V-образную восьмерку, имеет алюсиловое напыление на стенках цилиндров и страдает такой проблемой, как задиры. Причем проблема эта может настигнуть этот двигатель практически на любом пробеге. Соответственно, говорить о том, что после покупки подобного Туарега вы будете беззаботно кататься на нем многие сотни тысяч километров, пожалуй, слишком наивно. Ресурс цепей на 4,2 бензин, пожалуй, самый маленький. Из всего вышеперечисленного и на замену они могут попроситься уже к пробегу 150 ближе к 200 практически гарантированно. Плюс самая основная проблема, которой не страдают предыдущие перечисленные силовые установки, это масложор как раз по причине задиров. С учетом того, что двигатель 4,2 бензин имеет достаточно большой расход топлива, чуть не под 20 литров в городском цикле, и при всем при этом всего 440 ньютон-метров крутящего момента, а дизельные трехлитровые моторы выдают по 550 ньютон-метров, целесообразность покупки автомобиля с данной силовой установкой можно однозначно поставить под сомнение. Что касается гибридной версии, то ее разыскивать целенаправленно нет никакого смысла, поскольку, во-первых, такие автомобили достаточно редкие, а во-вторых, V-образная шестерка объемом 3 литра, бензиновая под капотом гибридного Туарега, это не что иное, как усеченный на два цилиндра 4,2, только с компрессором для повышения мощности, все с той же проблемой задиров на относительно небольших пробегах. Что касается коробок передач, на втором Туареге стояли только автоматические трансмиссии, обычные классические гидромеханические автоматы на 8 передач. Производитель коробки японская фирма Aisin, модель TR-80. Ну а модификации коробки было несколько, с разными передаточными числами под разные силовые установки. Что касается ресурсов данного автомата, то по заявлению производителя, это порядка 200 тысяч километров пробега, но на практике эти коробки ездят и куда большие пробеги. Если человек, который эксплуатирует этот автомобиль, имеет привычку менять масло хотя бы раз в 40 тысяч километров. Дело в том, что на этих трансмиссиях, как и на любых других современных, продукты износа блокировки гидротрансформатора загрязняют масло достаточно активно. С учетом алгоритма настройки работы этой самой блокировки, и как следствие, если пренебрегать заменами рабочей жидкости и позволять грязному маслу циркулировать по коробке долгое время, вы можете столкнуться с необходимостью ремонта управляющего гидроблока. В том, что касается самого железотрансмиссии, здесь вопросов нет никаких. Что-либо с фрикционными, либо планетарными передачами происходит крайне редко. Все это крепкое и надежное. По большому счету, даже с охлаждением у данной коробки каких-либо проблем нет. Здесь есть отдельный контур, есть термостат в системе, то есть все это работает не только на охлаждение, но и на дополнительный прогрев трансмиссии в холодное время до рабочих температур. Так что при покупке автомобиля диагностика по электрике на предмет, отсутствие коробочных ошибок по соленоидам и, конечно, тест-драйв, в ходе которого надо убедиться, что данная трансмиссия работает исправно, то есть без пинков, тычков, дерганий. Переключения в обычном режиме вождения должны быть практически бесшовными. Что касается типов полного привода, на Туареге на самом деле могло быть две разновидности. Большая часть этих автомобилей во втором поколении распрощалась с полноценной раздаточной коробкой. Вместо нее здесь используется межосевой дифференциал типа Торсон с распределением по осям в пропорции 40 на 60. И для большинства водителей, которые ездят на этих автомобилях по городу, изредка выезжая на бездорожье, такая схема будет более чем достаточно. Подобная трансмиссия вообще крайне редко подкидывает какие-либо сюрпризы и спокойно служит более 350 тысяч километров пробега. Что касается версии с полноценной раздаточной коробкой с понижающей передачей и, соответственно, с блокировкой принудительной как межосевого, так и заднего межколесного дифференциала, то данный вариант мог быть только на трехлитровых дизельных машинах и то в качестве опционального пакета. Что касается механической части этой самой раздаточной коробки и блокировок, то здесь все в порядке. Проблемы на таких автомобилях могут быть по большому счету по электронным компонентам, по электромоторам управления этими самыми блокировками, либо по проводам и разъемам. Особенно, если подобный автомобиль действительно часто использовался предыдущим владельцам на бездорожье. В этом случае не лишним будет убедиться в исправности всей системы полного привода. Но и прежде чем переходить к осмотру автомобиля снизу, дадим еще одну рекомендацию. На тест-драйве подобного автомобиля, особенно если речь идет про машину с большим пробегом, уже около 200 тысяч километров, обязательно убедитесь в том, что не издают постороннего гула редукторы. Ни передний, ни задний. Дело в том, что на этих автомобилях встречаются моменты, когда подшипники начинают шуметь, требуя замены. И если дело ограничится только заменой одних подшипников, в принципе, можно сказать, вы отделаетесь малой кровью. Но на всякий случай лучше подстраховаться. Зачем вам покупать машину, которая сразу после покупки отправится на переборку редуктора? Ну а теперь поговорим про ходовую часть второго Туарега. Спереди здесь подвеска на двух рычагах, а сзади многорычажка. Что касается вариантов исполнения, в зависимости от комплектации автомобиля, подвеска может быть как пружинная, и в этом случае она будет пожестче на ходу, но при этом менее затратна в содержании. Либо пневматическая подвеска, соответственно, с возможностью регулирования клиренса и большим ездовым комфортом. Что касается ресурса и нюансов покупки и эксплуатации автомобиля с пневмоподвеской, конечно, такую машину нужно покупать после нормальной диагностики. Пневма на втором Туареге имеет так называемый замкнутый контур, то есть с внешним миром она, по идее, не сообщается в нормальном своем состоянии. В систему закачан азот, и компрессор здесь просто так без дела не включается. Собственно, о каких-либо проблем с самим компрессором и с блоком клапанов владельцам Туарега второго поколения, как правило, испытывать не приходится. Стоит отметить, что ресурс пневмостоек, если за автомобилем следят и имеют свойство их периодически очищать от грязи, в процессе эксплуатации может составить порядка 200 тысяч километров пробега, после чего они могут попроситься на замену. Единственным аргументом против пневмоподвески на этом автомобиле может стать эксплуатация его в регионе с очень холодным климатом, где преобладают крайне низкие температуры, ниже минус 25-30 градусов, и держатся они продолжительное время. В этом случае, конечно, лучше будет выбрать автомобиль с обычными пружинами, поскольку обнаружить рано утром припавший к земле автомобиль на пневмоподвеске сюрприз так себе. Что касается остальных компонентов этой ходовой части, то служат они так же долго, насколько основательно они выглядят. Так, ресурс, например, нижних шаровых опор, которые, правда, здесь не меняются в оригинале отдельно от рычага, составляет более 200 тысяч километров пробега. Сайленд-блоки в рычагах спереди выхаживают более 120 тысяч, и это по минимальной планке. То же самое касается и элементов рулевого управления, рулевых тяг и наконечников. Ступичные подшипники практически никто не меняет на туарегах ранее, чем на 100 тысяч километрах пробега, а иные ездят и намного больше. Все зависит от режима эксплуатации автомобиля и вашего везения. Что касается рулевой рейки, самого дорогого узла любой ходовой части, то на туарегах она обычная гидравлическая, но имеет механизм сервотроника. То есть специальный клапан, который ограничивает подачу рабочей жидкости, тем самым снижая степень участия усилителя в процессе вашей работы рулем. Это позволяет добиться легкого руля в парковочных режимах и руля, который наливается приятной тяжестью при движении, например, по трассе на больших скоростях. При этом рейка на туареге хоть и не относится к особо слабым узлам, но на машинах с большим пробегом стучать и подтекать она вполне может. Поэтому диагностике рейки следует также уделить внимание при осмотре поддержанного автомобиля. Если же за системой гидроусилителя рулевого управления ухаживать, то есть менять в ней жидкость время от времени, то этот узел может проработать и 300 тысяч километров без каких-либо нареканий. Кстати, при замене рабочей жидкости ГУРа желательно менять и фильтр, который находится непосредственно в бачке гидроусилителя, как на старых мерседесах. Что касается задней многоручажной подвески туарега второго поколения, то здесь все ходит на самом деле также очень и очень много, и до пробегов 250-260 тысяч очень многие владельцы сюда даже не залазят. Кстати сказать, большинство сайлентблоков задней подвески вы можете поставить и в дубликатном варианте, не обязательно переплачивая за оригинал. Но ресурс в этом случае, конечно, может быть уже поменьше. Если вы не знаете, какую версию автомобиля выбрать, с каким мотором предпочесть, имейте в виду, что мощные версии с моторами 4.2, дизель и бензин имеют также и отличную от базовых 3-литровых и 3.6-литровых бензиновых версий тормозную систему с большим диаметром тормозных дисков и, соответственно, с другими суппортами. Там они шестипоршневые и требуют к себе большего внимания, чем стандартные суппорта на обычных гражданских автомобилях. Также при покупке туарега не лишний будет проверить и работоспособность электронного стояночного тормоза, который в данном случае работает отдельными маленькими колодочками в заднем тормозном механизме. Ну а теперь выводы. Volkswagen Touareg второго поколения получился действительно очень удачным и весьма сбалансированным автомобилем. В целом у этой машины все очень даже неплохо по кузову в плане его сопротивляемости коррозии. Здесь все в порядке с комфортом и с материалами изготовления. Конечно, если не ставить рядом с ним премиальный Porsche Cayenne в 958 кузове. Но ведь и цена у этих автомобилей, в том числе и на вторичке, также сильно разнится в пользу туарега. Здесь нет откровенно неудачных силовых агрегатов, если не считать V-образную восьмерку объемом 4,2 литра. Коробки передач надежны и полный привод не подкидывает сюрпризов. А ресурс ходовой части более чем достаточен. Практически все узлы способны отработать более 200 тысяч километров. Но кроме откровенных расходников. Какую комплектацию и вариант предпочесть решать только вам. Но по нашему мнению, самым беспроблемным вариантом будет либо 3 литра дизель на обычной непневматической подвеске, либо 3,6 бензин. В любом случае, какой бы автомобиль вы не выбрали, Volkswagen Touareg 2 это очень интересный, комфортный и удобный автомобиль на повседнев. Не важно, эксплуатируете вы его в городе, либо на трассе. На сегодня это все. Если наш обзор был вам полезен, понравился, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте указывать в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если вы владеете или владели Touareg 2-й генерации, проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить, либо в чем нас скорректировать, пишите в комментариях, ведь людям, которые ищут себе подобный автомобиль, ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр, хорошего вам дня, пока!